Вот на, сам с ними разговаривай. Вечно мне за нас двоих отдуваться. Алло, это Горводоканал? Я будущему ушла, Литы Милявской. Слышали историю про ТСЖ? Так вот она вас там всех. В смысле, к чему это? Так это для того, чтобы разговор наш, не успев начаться, быстро закончился. Вы почему воду мне отключили горячую? На две недели. Да от меня разит уже за километр. Люди в метро шарахаются. Чего? Вы мне там зубы не заговариваете. Я вам не ши, там лыканый. В смысле, чайник? Тазик, воду? Это скажите спасибо, что Рчебальт Андреевич с вами не разговаривает. Он трубку у меня уже вырывает. Воду мне включите, сказал. Пока я Сергею Семеновичу не позвонил. А если надо будет, и до верхушки доползу. Напрямую к президенту. Славик, здорово. Прикинь, 13 дней воду не давали, сегодня 14. А в итоге дали, Милявскую испугались. Елена Прокопьевна сказала, магическая сила мне поможет супругу найти. Надо выбирать сразу звездную. Так, Варнава. Варнава меня заблокировала везде. Седокова тоже забанила. Надо постарше выбрать, да? Пугачева занята. Не, роза сибитого рыжая. Это ты Колли свою вспомнил. Мы сейчас мне невесту выбираем. Так, Лолит Милявская. Вроде как недавно освободилась. Ну, в смысле развелась. О, Ангела Меркель. Как ты думаешь, в Германию не хочешь полететь? Магическая сила, помоги, помоги, помоги. Так, Пышмногрудая Варум. Нет, она еще со своим не разобралась. Кто, Волочкова? Арчи, она же пьющая. Не, Собчак нам не по зубам. О, Мариночка Федункев, моя любовь. Смотри. Арчи, что думаешь, Маринке-то набрать? Мариночка, привет, это Андрюша. Вот так и заказывай на Алиэкспресс. Кепку на лето. Что пришло, я вообще не понимаю. Такое ощущение, что не Москва резиновая, а наш дом. У нас в соседний подъезд новенькие опять заехали. Что не месяц, то новенькие. Говорят, они с собакой. Да, девочка. Правда, она еще щенок. Но ничего, думаю, к следующему карантину подрастет. Хозяин знаешь, кем работает? Гинекологом. Вот друзьям его повезло. Прикинь, что обсуждают. Бастуш, ты такая странная. Вот ты как придешь, Арчи сразу убегает. Режиссер, поменяйте дублера на звезду обратно. Смотри, сосед опять. Жену с тещей в Крым отправил. Весь год работает, чтобы спокойно пару недель в году отдохнуть. Ты посмотри, что делают. Всю Москву очертили на два метра. Дистанцию, чтобы люди соблюдали. Даже рыбакам на озере интервал сделали. Полосатая Москва сейчас какая-то стала. Танька, наша алкашка, замуж выходит за нашего Валерку-бомжа. Говорят, Валерке какое-то наследство перепало из Европы. Всю жизнь бомжом было, а сейчас олигархом стал. Сейчас бывшая жена Валерки. Он звонит. Алло. Кто? Гузеева? Арчи, звонит Лариса Гузеева. Зовет на передачу «Давай поженимся». Здравствуйте, Лара. Хоть вы и не Лара Крофт, но здравствуйте. Знаете, мы недавно были уже на первом канале у вас. Кто бы мог подумать, что после того, как вы меня заблокировали везде, что вы позовете нас на передачу к себе. По поводу Арчи разговаривайте только со мной. Я продюсер Арчи. Андрюша. У нас есть определенный райдер. И невесты у нас должны быть Колли, Шарпей и Сембернарика. Только нам нужны чистокровные кобелихи. Желательно с московской пропиской. И еще одно условие. Пусть Василиса мне не читает гороскоп на будущий год. А то после прошлого раза я полгода нормально не спал. И Розой скажите, чтобы она мне просроченный товар не подсовывала. Помню ее еще с прошлого года. Ее агентство и Наталью Константиновну. Ветеран. Смотри на меня так. Я полгорода объездил. Нигде бинокли так и не нашел. Женщину в магазине порекомендовала несколько увеличительных очков купить. Так все равно мне ничего не видно. Соседи шашлык опять жарят. Нас не зовут. Раньше звали. Зря, наверное, я остатки всегда домой забирал. А вы зря меня не зовете. Ресторан у нас открылся новый. Смотри, надо как-нибудь сходить. Скажем, что мы из Сан-Педима станции. Бесплатно покормят. Раза три точно успеем сходить, пока не узнают. А потом, глядишь, и таракана в супе найдем. Еще пару раз походим. Санек, смотри, опять с венгалом идет. Не зря у него жена в пятерочке вышибалой работает. Арчи, иди смотри. Из колбасного цеха из окна опять сосиски летят. Днем выбрасывают, а вечером забирают. Надо нам ближе к обеду завтра сходить на дело. Алло, полиция, это Андрюша. Опять шашлычники во дворе. Да-да, Андрюс тот же. Арчи, наш рейтинг слишком упал. Мне кажется, нужно что-то с этим делать. В прошлой серии я использовал бастин лоток для туалета. Вместо головного убора. Не про канал, а мало просмотров. Может, ты гавкать начнешь? Ну, хочешь, давай станцуй. Может, потанцуешь? Танцы, танцы, танцы. Ит мой выгод рамп. Не, я, конечно, могу спеть, но в прошлый раз что-то это было неудачно, и народ отписался. Хотел тебя топлис снять, но ты и так у нас голенькой. Девки голые тоже наши не зашли. Ни Баста, ни Кира. Хоть Кира и помладше. И на передаче нас больше не зовут. Может, что, где косанули? Арчи, а ты в прошлый раз нигде не нассал Востанкина. Может, Ваня ураган обиделся на чё? Или Василиса наколдовала? Мистика какая. Магическая сила, помоги. Магическая сила. Ты вообще адекватный? Как я тебе под такой ливень буду с тобой гулять? Иди сам. Еще ножки промочить мне не хватало. А забудь, я теперь песенки пою. А-а-а-а-а. Видишь, что Лабрадориху? Она сама гуляет. Без поводка. А если бы кто-то не кидался на других собак, тоже быть без поводка гулял. Знаешь, Арчи, в деревнях собачки гуляют так. Сами по себе. Им не нужен сопровождающий. Тоже мне моду взяли. Московские собаки. Городские пижоны. Мажор. Экспенсионист. Ой, что-то я уже не в ту степь. Если б ты не был таким злопамятным, Мы б с тобой, конечно, бы не пошли сейчас гулять. Утром бы пошли. Но ты злопамятный. Ты опять в мои Валентина сходишь. До сих пор не могу понять, Баста или ты нагадил мои Валентина. Ладно, так уж и быть, гулять пойдем. Ох, если б ты знал, как ты меня достал. Псих ты неадекватный. Дебила кусок. Вечно ты чешу этим пальцем. Сначала носу ковыряешься, а потом тычешь. Умел бы говорить, всем бы рассказал про тебя. Бабу бы лучше нашел. Сидишь, тут сплетни собираешь. Уши уже вянут у меня от тебя. Пойду-ка я тебе нагажу на тапки твои. Все равно будешь думать, что это Баста. Баста, прости. Да что тебе надо от меня? Одно и то же, одно и то же. Таньку, Генку обсуждаешь. О, и в полицию жалуешься. Что тебе эти бабки сдались? Ну, сидят они, семечки щелкают. Ну, подумаешь, кожурки на пол плюют. Вон, посмотри сам, сколько не убираешься уже, засранец. Господи, а ЖКХ-то тут при чем, придурок? Начни давай, Собянину звони, Путину звони. Депортируют тебя, идиот. Балабол! Я не могу над этими наркоманами. Это какой-то квест для взрослых. Барыги зарывают закладки, а эти ходят ищут ищут, ищут ищут. А я мимо иду, говорю, что потерял? Потерял что-то. Они как сдернутся. Я говорю, да не боись, никуда звонить не буду. Шучу я так. Что за истеричные дети пошли? Как будто они шоколадку купили в пятерочке, а вторую по акции им не дали. А на самом деле мамаша съела. Кстати, по поводу пятерочки. Арчи, меня позвали озвучивать голос пятерочки. Голос пятерочки. Ты посмотри, сутки бабки на лавке просидели. Не могут в приложении зарегистрироваться. Собянин обязал всех скачать приложение «Моя Москва». Но я им помог. Я им подсказал, что нужно зайти в браузер и скачать приложение. Вот они сутки уже ищут браузер на кнопочном телефоне «Нокиа». Алло, полиция? У меня опять беда с наркоманами. А где браузер у кнопочного телефона? Если крутится в голове, не могу вспомнить, как она называет. Ты не помнишь песню про кота? Песня про кота. Вспомнил. Кота, меня ты позовешь. Может, в бомбинтон пойдем поиграем? Ты еще лет не играл. Надо валанчик найти. Арчи, ты валанчик не видел? Арчи, ты что с валанчиком сделал? Как мы играть будем? Давай в мячик тогда поиграем, что ли? Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. А Басти нравится, как я пою Арчи. Ладно, проглочу.